Гринвей подкаст. Вы о нас услышите. Это Гринвей подкаст. Сегодня у нас в гостях топ-лидер компании Гринвей, Слава Шарк, команда Супергерои. Слава, привет! Привет-привет, друзья. Спасибо большое, что пригласили. Блин, в конце концов, злой волшебник. Как можно такое упустить? Я знаю, что ты родился в Новосибирске. Часто живешь в Новосибирске. Ты вообще выучился на инженера-механика. Служил в армии. Обычно новосибирский парень. А как ты тогда представлял... Ну, конечно, это был не проект «Секретный миллионер» тогда в жизни. Но я думаю, все-таки ситуация была намного лучше. Но как ты себе представлял свою жизнь? О чем ты мечтал? Быть космонавтом? Быть ведущим телеканала какого-нибудь? Так, о чем мечтал? В каком возрасте? Давай так. Во сколько ты в армию пошел? А, в армию? Когда я пошел, я мечтал, чтобы закончилась бы три армии. Вот об этом мечтал. Это я знаю точно. Не так, не так. Я мечтал, когда в армию пришел, я мечтал, чтобы отпустили дня на три, на два. Ну, на день, хрен с ним. В увольнительную доволен. Потому что через восемь месяцев... Слушай, ну, да, я в Новосибирске родился, живу здесь, город мой родной, грязноватенький, конечно, город, но я его люблю. Прикольно. Люди офигенные здесь. Родился я на Восхниле. Не знаете, не знаете, рабочий поселок Краснообск здесь такой... Да, кто не из Новосибирска, у Новосибирска есть несколько интересных мест. Академгородок, туда нужно ехать. Восхнил, туда нужно ехать. Ну, короче, это как бы рядом в черте города, но это поселок, в общем, рабочий поселок такой. Курицы там не бегают, там пятиэтажное здание кирпичное, все нормально. Вот я там родился, выжил. Выжил. Жил до 33 лет я там. Я знаю, что, я знаю, у меня не было такого, что мечты... У меня не было мечты о профессии какой-то, что я вот таким или таким стану. Я помню моменты такие в детстве, ну, не в детстве, в юношестве, вот в этом, что у меня была какая-то уверенность. Она вообще ни на чем не основана была. Уверенность была в том, что все будет хорошо просто, прям вот кайфово. И хотелось этого. Не было такого, знаешь, что вот я вот хочу, ну, не знаю, там, например, там, возможность путешествовать, да, куда-то полететь. Но вот эта возможность не для меня, потому что я вот так вот здесь родился, поэтому не буду даже про это думать. То есть у меня не было ни о чем таких мыслей, типа, это не для меня или это не для меня. Хрен его знает, как это получилось. Вот мне хотелось, и оно так вот произошло в итоге как-то. Я вот знаю, что ты упоминал отца как главного наставника в своей жизни. Как он повлиял на твои мечты и на это развитие. Так очень сразу серьезную историю разбахнули, что он был наставником моим. Да, это ключевое. Короче, отец с отцом я работал вместе, вместе мы работали где-то до 33 лет, по-моему. Короче, круче чувака не встречал, реально не встречал. Это я сейчас понимаю. Не знаю, у людей в каком возрасте приходит это понимание, типа, от чего зависел их успех в жизни, да, почему они добились того или того. Обычно люди думают, что они что-то запланировали, не добиваются, потому что у них был такой план. Это херня полная, если будет вопрос, я отвечу, поразмотаю поподробнее. Но, я говорю еще, не знаю, в каком возрасте люди начинают анализировать и начинают понимать, благодаря чему у них что-то произошло в жизни. Но вот у меня такой момент, он настал, ну, понимание четкое, ну, год-два назад. Понимание кое, что вот навыки, серьезные навыки или качества, которые вот у меня есть такие, которые мне помогали там в том, в том, в том, они сложились и появились благодаря тому, что отец, вместе мы работали. И вот я считаю, что у каждого мужчины, да не такого мужчины, наверное, ну, про мужчину будем говорить, да, развитие оно должно быть так, допустим, до какого-то возраста наставник у него отец, ну, родители или отец, ну, лет до 18, я, наверное, ну, что это такое. И потом должен появиться другой наставник, ну, которому можно доверять. Мы берем того же, допустим, наставника, ну, мы берем такого человека, который вот он наставник, реально наставник, в хорошем смысле слова, да. И лучше, чтобы вот появился другой человек, который может, ну, напрягать тебя, ученика напрягать, там, какие-то задания, ну, простыми словами, задания давать такие, на которые, может быть, родители пожалели, или по разным причинам. Родители уже часто своих... Они детей все уберегают. И не всегда это в пользу, когда они уберегают от разных ошибок. Мы с отцом были вместе. У меня не было других наставников. Вот про что говорю. У меня и до 18-ти. Понятно, что родители. И потом мы с ним... И профессиональная деятельность у нас была. И разные ситуации сложные. И в жизни, и в бизнесе. И вот мы их проходили. В общем, много... Очень много от него взял. И такие ключевые навыки, это его. Как ты свернул-то с историей со строительством? Ну, чтобы кто-то слушает, чтобы зрители, слушатели поняли, о чем речь. То есть, я до 34-х лет. Ну, я помню, 33, допустим, года. Я в деятельности был в такое, что связано, которое было с производством автомобилей. Строительство. Автотранспорт. Автотранспорт. В 2000-е там какой-то... Короче, я к чему говорю. Вот мне хотелось, чтобы та деятельность, которой я занимаюсь, и будет давать мне еще и возможности. Ну, там, в виде материальных, денег и еще других каких-то ресурсов. Возможности, которые будут позволять мне еще и, ну, не знаю, там, масштаб увеличить. Свободы, короче, чтобы больше было. Чтобы было больше свободы. В перспективе я не видел того количества и того уровня свободы, который я хотел. Вот так вот, скажем. Я поменял деятельность. Ну, и пошел, пошел, пошел. И вот тогда ты стал шарком. Вот этот момент с энергетиком. Ну, давай так. Смотри. Вот 33 года я принимаю решение, чем заниматься. Я вот нахожу этот энергетический напиток. Я увидел, что он появился на рынке. Замаячил в России. Его не было. И я не понимаю вообще, как это все устроено. Потому, что понятия не имел, как это продвижение. Но скажу так. Если бы я знал, как работают продажи и как работает вся индустрия, куда я зашел. Если бы я знал, то я бы не пошел туда. Потому, что это бред. Поступок. Дурак. А в чем, типа, дурость? Я пошел работать на рынке, где есть серьезные конкуренты. Логично. Ну, так дело в том, что я не знал, что они вообще конкуренты. Я серьезно. Вот в чем дурость. Слушай, так тебе просто шарк понравился? Смотри, я тебе объясню. Ну, небольшое объяснение. Шарк – это энергетический напиток. Напиток есть Red Bull. Есть Red Bull. Все его знают. Есть шарк точно такой же. Он тоже безогольный. Вкус почти такой же. И только производит его банка по размеру такая же. Только рисунок другой дизайн. Производит его в Таиланде. И начинали его производить еще раньше, чем Red Bull. Вот так вот. Ну, что-то такое, да, компания. В общем, я узнал, что у меня есть друг, который занимался Red Bull. Я просто видел, как это прикольно, что всякие поддерживающие мероприятия, продвигающие интересные вечеринки. Думаю, здорово, круто. И все, буду заниматься. Думаю, вот есть Red Bull. Такой конкурент есть. Все, а потом зашел, оказалось, что есть еще что-то. Верна, это Coca-Cola и пепси-кола. Два конкурента, которые просто земной шар пополам делят. Я тут ворвался. Ну, короче, вот такая вот история. Я зашел туда. Очень круто. Очень веселое было время. Интересное. Новое. И много чего-то научился. Прокачался. Сильно прокачался это. Но тогда ты был связан с фото и видео, да, получается? Нет, нет, нет. Или это позже случилось? Да, это чуть попозже. И видишь, когда я начал заниматься, вот этот шарк называют его напиток. И что-то так стали люди звать. Шарк, 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 шарк. Шарк приходил, шарк приходил. Ну, и все. И там Инстаграм появился. Я думаю, что там писать надо? Ну, Слава занята. Слава шарк написал. Слава шарк. Все. Так оно появилось. Человек, который не перименовывал Инстаграм. Вот он. Жизнь меняется, а Слава шарк остается. Вот. И это к слову. Это к слову, знаешь, к слову к тому, что люди думают, что все по плану работает. Знаешь, в детстве хотел стать шарком. Это хрень вся полная. Это все истории. Вот. Ну, и что мы? Так вот, стал заниматься шарком. И занимался я пять лет этим. Пять лет? Пять лет этим продуктом занимался. Серьезно. Очень серьезно. Очень серьезно было у меня. И там достижения очень серьезные были. Потому, что я начал покупать продукт у того, кто его в Россию завозил. Ну, там я субдистрибьютором был. А потом вышел быстро очень на контакт с производителем. И с Таиландом. И с шапквартирой, которая в Австрии находилась. В общем, потом приезжал в Новосибирск директор одного из регионов. Ему 79 лет было. Он приезжал в Новосибирск. Он, как говорил потом, говорит, ну, что там какая-то тайга, вот надо. И приехал. В общем, были серьезные достижения. Очень было прикольно. И, допустим, способы продвижения этого продукта, они идут через сегмент хорика. В общем, не знаю, надо объяснять. Дистрибуция. Аудитория. Что такое хорика. Есть, грубо говоря, два канала продаж. Магазины и хорика. Чем они отличаются? В магазине ты купил, пошел домой, дома съел или выпил. А хорика это бары, рестораны, клубы. Это те места, где ты покупаешь и сразу же пьешь. Сразу же ешь. И вот в таких местах продвижение продуктов. То есть, производители бьются за продвижение своих напитков. Более высокая конкуренция. Ну, да-да-да. То есть, там конкуренция высокая. Зайти что туда. Потому что там идет самая такая быстрая реклама. То есть, человек сразу пробует и ест, и употребляет. Ну, да. И тем более, может быть, в ресторане, что это единственная позиция вообще, в принципе, из таких номинований. Да-да-да. Или где-нибудь в Минимаре. Нет, там антимонопольный закон еще есть, что нельзя, чтобы только один продукт. Ну, ладно. Ну, да, понятное дело. В общем, там продвижение этого продукта в таких каналах. Оно идет через какие-то вечеринки, через мероприятия, через фестивали музыкальные. И потом нужен какой-то фотоотчет или видеоотчет. Да, что там происходило, что можно было выиграть. Да, и вот здесь у меня было пересечение уже там, вот, говорю, с фотографией и с видео. То есть, у меня были подрядчики. Ну, и все. И потом постепенно, то есть, вот, был такой момент, когда я закончил эту историю с шарком, с продажами, через пять лет. То есть, я тоже выбирал, думал, чем заниматься. Это было мне уже лет 38. И было желание заниматься тем, что нравится. К тому возрасту уже четко было понимать, что только то, что нравится. Ну, и вот я открывал фото-видео-студию, там, год, наверное, я с ней, там, ну, позанимался. Ну, ты сразу нафаршировал. Не пошел. Полностью вложился туда, да? Ну, снял помещение, ремонт там сделал. Настоящий стартап. Да, да, сделал ремонт. Там зашпакливали, там все, серая стена. Потом полстены нахер отвалилась. Фотографии у меня есть. Потом заново переделывали. Все. Все, у меня даже клиенты были, приходили. Я там что-то фотографировал, там обрабатывал. Там фотосессия, там скидки тысяча рублей. И как вот это вот, то есть, ты нашел дело, по идее, уже для старости, да, чтобы купить себе домик там где-нибудь на Шерегеше, открыть вторую видеостудию там где-нибудь и сниматься. Каким образом сетевой вдруг появился в своей жизни? Что случилось? Что произошло? У меня не было никаких иллюзий. Когда это дело мое, которое я хотел делать, открывать фото-видео-студию, когда оно мне деньги начнет приносить. То есть, у меня иллюзий не было. Я думал, что год, полтора, сто процентов ничего вообще не будет. Надо как-то там на имя работать и все такое. Поэтому в тот момент мне нужны были деньги. То есть, когда нет источника дохода какого-то, неважно, какая-то там подушка финансовая, там очень некомфортно себя чувствуешь. 38 лет. Ну, все, и тут подвернулась тема такая, что у меня друг Олег, он не занимался, он был подъявителем продукции, там, компания, где я работал. И что-то, что-то раз-раз-раз, и он такой, у меня там получилось какие-то денежки, там, что-то 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей заработал. Сказал. Ну, все, я узнал, что там есть деньги. Ну, и все, так вот он случился и пошел, пошел. То есть, у тебя случилась классика сетевого бизнеса, вот эта первая встреча, когда тебе говорят, слушай, ну, ты просто приди, послушай, посмотри. Показали продукт, там, что-то такое. Отстань ты говорил, да? Нет, ну, видишь, там предлагали же те, кто в теплых отношениях были, близкие, потом, понимаешь, я в такой спокойной, в нормальной форме говорю, ну, не порть отношения со мной. Давай не сегодня и не завтра, да? А в этот раз, когда началось, там не было никаких предложений, никто ничего не проводил, просто, вот, говорят, друг, вот, появились, получилось. Я говорю, ну-ка, ну-ка, чего-то, чего-то, давай зарегай меня, и все. И зарегались, и там несложная ситуация, там схема-то сетевого бизнеса, она примитивная, там, понять, ну, там, не знаю, там, она очень простая, она очень простая. То есть, ее легко освоить, но сложно масштабировать, да, или как? Да, там все легко, там понять, что делать, это примитивные действия, абсолютно примитивные, то есть, на самом старте, если потом уже развивается все. И, то есть, у меня на тот момент, еще раз говорю, я увидел факт, что есть у моего друга деньги, что он так-то-то сделает, все, и я по-своему стал что-то делать, продвигать, там, система свою появилась. И ты, как предприниматель, понял, что там есть, откуда зарабатывать, да? Да, да, понимаешь, оно, я и раньше знал, я и раньше, вот, когда говорил, то, что мне предлагали, я там отказывал, и раньше понимал, что там какие-то деньги есть, но было, понимаешь, в виде, смотришь на людей, которые этим делом занимаются, и у тебя складывается впечатление о всей индустрии какой-то, ну, неважно, там, на людей ты посмотрел или с какими-то ситуациями сталкивался, и впечатление об индустрии складывается такое, знаешь, так не очень, так скажем, да, что там непонятно, ну, грубо говоря, не знаю, там, либо в бомжи идти, либо в сетевики, вот так вот, ну, реально так. Не те касания произошли, короче. И у кого там, что там, а когда, вот, сам начал делать, своим способом, я помню, как ты делал, так-так-так, то есть, как-то появились деньги, понимание, что там дальше делать, и все. А потом ты выложил свой чек в Инстаграм, ты это первый сделал, ты это первый из всех, я так понял, сделал вообще из сетевиков, да? Слушай, я, да, вот знаешь, чтобы людям было понятно, что такое чек выложил в Инстаграм, это, в общем, я чем горжусь, каким своим вложением в эту индустрию, то есть, мне удалось поменять в формуле, когда она была общая формула, это сетевого бизнеса, она была не только в этой компании, она почти у всех компаний, такая вот была формула, про которую я хочу сказать. Мне удалось поменять подход в этой формуле, именно в алгоритме поменять, о чем я говорю, до моего прихода в эту индустрию схема была такая, сетевого бизнеса продажа продукции, то есть, мы говорим про это, про товарный бизнес, про легальный, про законный, это продажа продукции, и там подход какой, вот ты сетевик, например, и обучаешь другого сетевика, которого ты зарегал под тобой, тебе говоришь, вот, чтобы тебе построить структуру, команду, тебе нужно человека пригласить и предложить ему, и ты его вот приглашай на встречу, и вот здесь вот основная суть, ты приглашай, просто скажи, что надо встретиться, не говори зачем, и на месте уже все решишь, и вот люди обучают, что там надо как-то, знаешь, со 101 километра там заехать, и про детей спросить, и как дела, и встретиться, и вот, а потом, если на встрече, нужно сначала там как жизнь, и вот про все, про все, потом постепенно, постепенно перейти к какому-то продукту, который там великолепные какие-то свойства имеет, возможно, волшебные, и потом постепенно, постепенно перейти уже, что это можно еще продать, да еще ты в этой компании. Настоящая магия, очень долго. Ну, в общем, вот, и вот представляешь, чтобы вот это вот выдержать, этот алгоритм, так и так люди, ну, что говорили вообще, и потом люди, сетевики, это просто люди, которые не профессиональные, не продавцы. Ну, это не агенты КГБ бывшие, да? Да, это просто люди, которые, не знаю, вот решили позаработать, и там, вот представь, ну, представь, вот ты в шкуре человека, будь которого знакомый пригласил непонятно зачем, и там начинает ему вот так вот, вот так вот, и вот постепенно, постепенно, постепенно подходить к этому. В общем, это вот, это... Страшновато. Короче, сложный способ, сложный, то есть непонятно. Ты решил, нужно провести революцию. И понятно, зачем это люди, почему так делали, потому что, еще раз, отношение людей к сетевикам, вот я говорю, такое было непонятно. Я что сделал? Я понимал, ну, что, я не смогу-то вывести. Короче, в этом подходе, что основное, не надо людям говорить что-то сетевой, потому что у людей там стереотипы, и не только стереотипы, все такое, вот не надо говорить, и вот потихоньку, потихоньку. И мой подход был такой, что я сразу, а я говорил, что это сетевой. То есть, я, и Инстаграм у меня на тот момент был тысяча две человек, это 2014 год, мы говорим про это время. И я там какие-то деньги заработал, не помню, не помню в каком сумме, может, мы же, ну, в размере 20 тысяч рублей, наверное. Я выложил его в Инстаграм, людям заявил, что я вот подрабатываю еще, и вы, пожалуйста, приходите. И, то есть, когда ты на первое место достаешь бизнесом, саму суть предложения, ну, то есть, у тебя, представляешь, какой путь сокращается, сразу убирается вот этот пласт. Понятно, что надо, ну, как там, подкорректировать, там, ну, алгоритмы, там, свое понимание, что такое. И постепенно, 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 оно, это прижилась схема. Сначала, там, учредители компании, то они нам сучили, что это не так, потому что они многолетние, там, это по-другому было точно. Ну, у них свое видение есть, вот люди приходят, ну, короче, как я объяснял сейчас, да. И еще нужно было на встрече, вот на этой первой, дать попробовать этот продукт. Обязательно. Представь, вот тебе заводить знакомый, мне мало знакомого, говорят, приходи, Влад, приходи, так и вот давай, теперь надо попей, порошочек там, какой-нибудь разведите, ну, вообще дичь какая-то, представляешь, вот. В общем, они попытались, попытались как-то это вот, ну, вот продвинуть, но греха таить не буду. Один раз я дал людям попробовать на встрече продукт, у меня, и мне даже фотка есть, ну, хер с вами, я сделаю, ну, мало ли, может, на самом деле так, это уже там много времени прошло. Я говорю, ну, все, прошел это испытание, стыдом каким-то, ну, короче, больше так не было, ну, блять, ну, что за... Зачем, да, так? Нельзя, ну, прикинь, незнакомый человек встречается с собой, и ты, говоришь, после этого надо тебе либо там попить что-то выпить, либо крем какой-то помазать, чем-то помазать. Ну, как вот, блядь, можно вообще просто вот это вот, ну, в массу-то. То есть, людям сразу, ты говоришь, это сетевой бизнес, сразу же говоришь, вот, приходи, я тебе расскажу, как заработать деньги. И, собственно, поэтому ты был золотой человек, чтобы это было все открыто, честно. Ну, конечно, конечно, ну, все, все, пошло, 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 то есть, конечно, шутки, прибаутки, там, троллинг всякие, там, насмешки. Ну, прикольное время, а как? Ну, смотри, система сработала, ты зацепился и пошел масштабироваться. Ты упоминаешь систему чатов, что это, это ноу-хау какой-то, что за система чатов и почему она тебя масштабировала, там, что выстрелила? Ну, смотри, вот, когда такой подход сделали, да, об этом, обо всем трансляция у меня была в соцсетях, то есть, она в открытом доступе. Не то, что там, вот, раньше по звонку приходи, приходи, а в открытом доступе. Понятно, что увеличивался поток людей, ускорялся, вернее, таким образом, уже охватить было больше людей, больше, больше. И я поработал, поработал, там, не знаю, помню, не помню, год, может быть. Стало понятно, что при таком подходе очень непродолжительная будет история, потому что люди, которые приходят, они же не только не на твоей лестничной площадке живут, они могут быть в другом районе, в другом городе, в другой стране даже, и там много-много-много людей, и ты, ну, стало четко понятно, что они не понимают при всем, при таком простом подходе, в чем надо делать, с чего начинать, тут нормально. И надо обучать, надо как-то давать информацию, объяснять людям, что делать. И необходимость такая возникла, ну, все, я реализовал систему в этом бизнесе, систему управления бизнесом, систему подачи информации, коммуникации и так далее, и так далее. Система в чем заключалась, то есть, напомню слушателям, что мы говорим о 2014 году, ну, понятно, что он был уже в WhatsApp, все такое, как, просто как бизнес-инструмент был применен, тогда и внедрен с подходом, с инструкциями, то есть, там огромное количество инструкций было написано, что надо сделать, так, 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 в этом, в этом, в этом, и все. И на уровне поделилось, то, что не так, что в одном чате, там, такой-то, что, знаешь, там, и котиков скидывают, не знаю, там, и фотки, кто-то там свои интимные, помню, скидывал. Короче, сетевуха, это очень веселое, что было такое, что кто-то там перепутал чаты, кто-то вот что скинул. Вот так это работает. Да, да, и нужно было, надо было объяснить тысячам людей, ну, много людей, там, тысячам людей, как, что там, вот такая система, постепенно эта система, она обрастала новыми алгоритмами, выходами на новый уровень, пониманием, доработками, уже внесением улучшений, там, ребят самих, которые там были. То есть, ты настоящий hard skills, которые у тебя были, получается, даже с самого начала, бизнесовый, настоящий, привнес в сетевой бизнес и по-новому совершенно на это взглянул. Слушай, я думаю, да, это произошло так, это произошло так, потому что было очень много опыта именно в таком, в традиционном бизнесе, в подходом, в видении, в понимании, как и так далее, и так далее. И, ну, учитывая этот момент, что мне было 38 лет на тот момент, когда в сетевой пришел, вот, ну, и опыт серьезный, не только в бизнесе, там, жизненный какой-то был. И вот это помогло, ну, без такого, знаете, без длительного какого-то там карантина, входа, не знаю, или как это называть, в эту незнакомую индустрию делать какие-то вещи, которые они, ну, на старте было понимать, что будут перспективные. Вот так. Ну, и в итоге, в итоге, это, вот этот подход, он был продублирован параллельными, там, командами, потом всей компанией. Ну, все, как бы, сейчас, само собой разумеется, всем понятно, не знаю, известно. Сложно не знать эту историю, но ты был максимально успешен в прошлой сетевой компании, но в Гринвэй ты просто взорвал по-новому, удивил, еще раз удивил всех. И летом 2021 года ты вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых лидеров русскоязычного рынка MLM. Тебя даже колонка Алиса знает. Да, кстати, это прикольная история. Ну, во-первых, ну, да, так. Что ты опять сделал такое? Чем ты смог удивить опять людей? Слушай, да я сам удивился, понимаешь, сильно. Так-то, если на то пошло, если будем честными. Я еще раз говорю, вот несколько раз мысль такой, вот говорю, если люди думают, что все в жизни так устроено, что все идет по плану, это полная херня. Вот еще раз просто запомни, ну, не знаю, польза хоть какая-то должна быть у меня. Это все херня, что все по плану идет. Про то, что там высокоплачиваемые, ну, про тройку, я не знаю, я видел, видел в интернете, там меня отмечали в сторисах, что там какая-то там компания рейтинг составила, я это видел, да. Не знаю, ну, какой-то у них есть. То есть, ты такой, а, ну, ок, да? Это так было? У них там свои задачи. Они потом приглашали что-то где-то выступать. Я говорю, молодцы, давайте сами справитесь, пожалуйста. Короче, что там, что удивительного, да? Ты знаешь, в конце 2019 года, когда Greenway пришел, мне надо было решить задачу одну, серьезную, задачу, которая стала невозможной для решения в старой компании. Короче, я искал решение, и вот нашел решение такое, принял решение прийти в Greenway. Вот то, что произошло, вот ты говоришь, типа, взрыв сверхновый, либо что-то такое, я согласен с таким, с такой метафорой, либо что-то такое. Так вот, что хочу сказать. Запланировать это, ну, невозможно было, потому что как-то так вот в этот момент все произошло, не знаю, так сложилось все. И бизнес-модель в Greenway, она понятна абсолютно любому человеку. Вот я говорил то, что сетевики, это же не профессионалы, которые приходят, просто люди. Они, может, из других сфер, не понимают, чем заниматься. И чем быстрее он научится, вот именно это делает, ну, вот сетевой компанией, потому что сетевые, сетевые морозы, вот такой продукт, этих такой. В общем, чем быстрее он научится, тем быстрее у него появятся результаты, а что я имею в виду, денежки в руки возьмет. И после этого, у него только тогда, не то, что не останавливается, у него уверенность появляется, двигаться дальше. А многие не доходят до этих, до первых результатов, которые им нужны. Первая несгораемая сумма. Ну, какие-то деньги хотя бы. Так вот, в Гринвее такой подход, такой маркетинг, по-моему, и бизнес-подход, и продукт такой, что получается, просто, не знаю, там, у людей, которые вообще, даже слово бизнес, ну, так, грубо говоря, не знали, что, ну, там, для них, может быть, не знаю, в деревнях могут. Комплекс всех этих событий, каких-то, тянущихся, там, годами, не знаю, там, по своим линиям, там, не знаю, судебно, как-то, вот это все сплелось в один, как шарахнуло, короче. Так что, короче, ну, вот так вот, как есть сейчас. И, конечно, сетевой, мы говорим, бизнес, бизнес, но там очень много социальных таких вот правил, социальных важных штук между людьми, все такое вот. Все так сложилось, что вот это чудо произошло. Ну, я не могу не задать тебе каверзный вопрос, ты говоришь, что это бизнес понятно любому, вот мы и решили тебя проверить. Если бы за 30 секунд, ну, давай первый класс возьмем, первый класс подходит тебе, первоклассник говорит, у тебя есть слова, о чем ты зарабатываешь, папа, ой, ты такой сетевой. Надеюсь, мне кажется. В общем, ну, давай, нет, давай. Что, постарше, да? Я просто не знаю, какими словами можно первоклассникам говорить. Давай, давай, первоклассник, ну, ему лет 18 уже, вот такой вот он. В общем, на самом деле, 30 секунд. Да, 30 секунд. Слушай, такая штука, которая не требует никаких-то специальных подготовок, это действие, которое мы тебе научим, продажа продукции по сравнению команды, в общем, я тебе все объясню, пойдем попробуем, у тебя все получится, я тебе обещаю, и ты вот через 3-4 месяца купишь себе айфон, через 3-4 месяца купишь себе айфон без кредита, все получится, пойдем. Сколько секунд? 22. Нормально, хорошо. Все, только что Слава Шарко уговорил 18-летнего первоклассника заниматься сетевым бизнесом. Ну, если он... Ладно, все, друзья, спасибо большое, Новосибирск, родной город. Да, спасибо тебе большое, ты эксперт в области, как жить свою жизнь. На этом мы заканчиваем. Что ты можешь сказать всем тем, кто уже в сетевом, кто думает на тему сетевого, вот с точки зрения эксперта? В общем, друзья, если кто-то думает, давайте так, если сами хотите заработать денег в сетевом, в общем, надо разобраться, потому что это индустрия, как и все индустрии, у нее есть этапы развития. Этапы развития, когда над этим все смеялись и говорили, что зашкварная история, это все уже прошло, как у всех, в любых индустриях, банковская индустрия, везде так было. Зашкварные времена прошли, а возможности они открывают для обычных, для любых людей, для любых людей, абсолютно, ну, очень безграничные. Как минимум, как минимум вы прокачаетесь сами, как максимум денег могут заработать, так что вот успехов вам. Имейте в виду, верьте в себя. Верьте, конечно, что все получится. Короче, не пропускайте, не пропускайте, попробуйте хотя бы мнение свое составить, а потом уже будете приметь решение. Все, спасибо большое, я всегда ваш был, злой волшебник, Слава Шарк. Стоит отметить, что как и сетевой подкаст, тоже когда-то непонятно было вообще, что это такое, а сейчас Слава Шарк, человек, который просто в топ-3, да просто, который очень-очень-очень круто разбирается в бизнесе и очень-очень много зарабатывает, и может объяснить даже 18-летнему первокласснику, как зарабатывать себе на айфон, пришел на подкаст, Greenway подкаст. Спасибо большое, Слава Шарк. В инстаграм есть еще и Слава Шарк, лайки ставьте. Кто еще не подписался на этого человека. Спасибо огромное. Спасибо, Влад, спасибо. Это Влад Смирнов, всем пока.